АПЛОДИСМЕНТЫ На сборах спортсмены тренируются больше пяти часов в день. Здесь и сама стрельба, и общефизическая подготовка. Ведь нагрузка высокая. Кроме тяжелой винтовки, спортсмен одет в специальный костюм. Стрелковая форма для винтовочников. Она достаточно тяжелая. Где-то весит килограмм 4, может быть, иногда больше. Но не в весе дела, а материал, из которого она сделана. Материал специальный, достаточно плотный, чтобы корпус держать, потому что нагрузка на позвоночник высокая. Конкретно эта винтовка весит 5,5 килограмм. Спортсмены занимаются в стрелковом тире на базе центрального стадиона. В распоряжении стрелков три зала с дистанциями 10, 25 и 50 метров. Место сборов выбрали не случайно. Условия полностью соответствуют требованиям по подготовке к соревнованиям такого уровня. Кроме этого, в Бурятии схожий часовой поезд с Китаем. Поэтому спортсменам здесь легче адаптироваться. Схема такая подготовки понравилась, когда они готовились к Сеулу, я так понимаю. И они по этой же схеме готовятся к Пекину. Если сегодня получится хорошо, как раньше, то, наверное, думаю, и к Токио они будут готовиться так же. Может, если не у нас, то где-то здесь, в Дальнем Востоке. В Пекин стрелки вылетят уже 20 апреля. Нашу страну представят 23 спортсмена, среди которых есть многократные чемпионы Европы и мира. Отметим, победа на этом Кубке мира даст право спортсменам участвовать в Олимпиаде 2020 года в Токио.